приветствую дорогие друзья мы снова в эфире я хотел поговорить с вами о интересной ситуации которая возникла у нашего клиента и клиент допустил одну абсолютную глупость и позволил собаке поесть его куклу то есть человек который заказал работу разговаривая с куклой позволил собаке схватить зубами погрызть повредить и соответственно что из этого было сегодня узнать давайте уже приступим к тому обсуждение что это такое произошло в итоге произошло следующее то есть девушка разговаривала с куклой и в этот момент подбежала собака выхватила по ее словам куклу из рук и погрызла утащил куда-то там видим но сказать можно следующее то что ни в коем случае такого допускать нельзя если вы это допустили то сразу надо об этом сообщить но она естественно сообщил хорошо это с одной стороны как бы решает ситуацию но не в ее случае а не в ее случае по какой причине потому что работа которая делается на куклу воду она естественно оплачивается то есть она оплатила работу получила куклу после того как оплатил доставку и довольно длительный период времени совершал кучу ошибок но не будем на этом заострять внимание она в итоге разговаривал с куклой должна была уже вот вот там встретиться с человеком чтобы там закрепить результат скажем так вот и добиться уже наконец того чтобы он был с ней но как сложилась судьба в ее случае на то есть по ее глупости кукла была уничтожена можно сказать там снизу обгрызаны ноги то есть человек который на которого сделана была данная работа ему не позавидуешь потому что ближайшее время вероятно с ним произойдет что-то не очень приятно и девушка забила на эту ситуацию сообщила по сути во время до сразу сообщила но когда стал вопрос о том что работа требует корректировки теперь надо срочно переделывать куклу переделывать работу это требует какой-то части вложений финансовых она отказалась точнее не отказалась она просто ушла в туман сказал дать по денег нет как будут лет еще ну соответственно на что можно здесь обратить внимание то что эта ситуация возникла с тем человеком который считает что это его любимый человек на который он сделал приворот через куклу буду и по идее несет за него ответственность за за этого человека причем эта ответственность она пожизненная то есть человек это понимал понимал также это что с этой куклой не должно ничего произойти и он за это отвечает никто кроме него уже за это не отвечает что будет с куклой потому что куклы в руках этого человека соответственно что мы имеем поврежденную куклу прошло уже достаточно времени чтобы результат тех действий которые были произведены с куклой перенес на человека остался вопрос лишь в том каким-то образом произойдет и через какое время бывают случаи когда данное соответствие приводится в течение месяца в течение двух месяцев бывает дольше но как говорится поживем и видим ну а вам я могу сказать лишь одно ни в коем случае если вы заказали работу на куклу воду то за эту куклу воду вы пожизненно несете ответственность вы не имеете права ее повредить потому что если вы это сделаете или допустите тот факт что она будет повреждена то человек на которого сделана данная кукла повредиться таким же образом да она сделана довольно крепко и она не должна развалиться она не должна сломаться сама или как-то развалиться от времени этого не должно произойти этого не произойдет и она довольно крепкая там есть металлические части деревянные очень крепкие но вопрос в том что если вы дадите это собаки или позвольте собаки у вас это забрать и погрызть или откусить ей голову лапу руку там чего угодно то тогда то же самое произойдет и с человеком и чему чему вы потом будете удивляться так что удачи следить за тем что делаете не допускайте никогда такой ситуации всем пока